Всем привет! Сегодня завершающая девятая часть о свидетелях Иеговы. Поговорим мы о, пожалуй, одном из главных пунктов догматики свидетелей. О втором приходе Иисуса Христа. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Деяние апостолов 1.7 Все мы ждем второго прихода Иисуса Христа. К этому нас призывает Библия. К этому нас призывают апостолы. В этом ожидании нет ничего странного. Оно закономерно. Почти две тысячи лет христиане наблюдают вокруг себя пророков всех мастей, которые возвещают скорый приход Иисуса Христа. Делают они это по одной из трех причин. Либо они искренне заблуждаются, либо они сумасшедшие, либо они четко знают, что это ложь, но рассказывают об этом для своей выгоды. Свидетелей я бы отнес к третьей группе. Не всех, конечно. Рядовые члены искренне верят в называемые им даты. А вот руководство точно знает, что даты эти взяты с потолка. Отправимся к истокам свидетелей. В 1873 год. К их основателю Чарльзу Расселу. Как я уже рассказывал, он в то время был в тусовке адвентистов. Это такая секта, которая делает упор на ожидание второго пришествия Христа. На 1873 год адвентисты предсказывали, что Иисус придет на землю воплоти. Когда же этого не случилось, Рассел вместе с неким Борбоуром публикуют книженцию, в которой пишут, что Иисус на самом деле-то пришел, но не воплоти, а как дух. Но нынешние свидетели об этом не любят вспоминать. Собственно, многие-то и не знают этой истории. Сейчас же принято считать датой начала невидимого второго пришествия Иисуса 1914 год. Откуда они его получили? Там есть расчеты, но, как по мне, они сильно притянуты за уши. Вдаваться в подробности не буду, кому интересно, загуглите. В 1914 году началась Первая мировая война. Свидетели позже выпустят брошюру. Типа, вот то, чего мы ждали перед вторым пришествием начала гнобления народов, о которых говорит Библия. Роттерфорд, который президент свидетелей до 1929 года, учил, что Иисус пришел в 1874 году. Доказательством этого есть его книга «Арфа Божия». Сейчас же почему-то книга эта не распространяется среди свидетелей, хотя в свое время была издана почти шестимиллионным тиражом. Когда произошла подмена дат, понять тяжело. То есть, что мы имеем? Сначала свидетели утверждали, что Иисус придет, так сказать, в теле в 1874 году, когда этого не случилось, заявили, что он пришел, но невидимо. Еще позже заявили, что пришел он не в 1874, а в 1914 году. Вернее, даже не пришел, в этом году он стал царем неба, а придет он, видимо, еще позже. Начало 20 века было вообще весьма многообещающим. Конец прогнозировался сектой примерно каждые 2-3 года. Если перебрать брошюры организации, то можно узнать о концах света 1910 года, 1912, 14, 18, 20, 25. В 25-м был особенный конец света, тот самый, которому Раттерфорд, президент организации, построил виллу для воскресших пророков, в коей сам и жил. Про конец света 25-го свидетели рассказывали долго и упорно. С 1940 по 1943 года было более 40 предсказаний. Следующая дата – 1954 год. Последним крупным вторым пришествием Христа стал 1975 год. Восемь лет свидетели рассказывали о конце света 1975 года. Когда наступил 76-й, а ничего так и не произошло, вышла новая сторожевая башня со словами типа «А чего вы хотели? Верить в какую-то определенную дату? Это неблагоразумно». Можно, конечно, было бы порассуждать еще о том, как будет происходить это пришествие, или, как любят говорить, присутствие. Это типа они правильно перевели. Кстати, великий переводчик Библии, а по совместительству первый президент организации, как-то судился с одним канадским священником за то, что тот якобы его оклеветал. Клевета заключалась в том, что священник заявил, что Рассел не знает греческого, а следовательно и переводить не может. Угадайте, кто выиграл дело. Но особого смысла обо всем этом говорить я не вижу. Подобьем итог всего цикла видео. Лично для меня стоит вопрос только один. Людей, которые приходят к свидетелям Иеговы, вообще не интересует, куда они идут? Что это за организация? С десяток концов света, переиначенная Библия, обряды и традиции, которые за сто лет менялись неисчислимое количество раз, символика, догматика, которые каждым новым президентом общества переписывались так, как им хочется. Это даже не забавно, это печально. Надеюсь, мои видео вам помогут в понимании и борьбе с лженаукой свидетелей Иеговы. Делайте это для своих ближних, которые в этом нуждаются, которые увязли в этом болоте. Будьте же милосердны, как милосерден Отец ваш. Аминь.